Доброе утро, девчонки. Доброе утро, Машенька. Просто не могу, хочу с утра поделиться вчера о школе духа. Я говорю, Иисус, дай мне, чтобы я не уснула, ну я рано ложусь вообще. И вот я же подключилась к эфиру и слушала Марию. И знаете, у меня начали пятки гореть, у меня все тело начало просто наполняться огнем. Я же, вы знаете, я хотела встать и прям окна открыть, такой жар пошел. И когда, я даже не помню, что Марию, я даже начала ничего не слышать, мне это наполняет огонь. Я, вы знаете, я прям видела, как Иисус ко мне подошел, и мы летали. Он меня взял за руку, и мы прям, мы полетели с ним, прям через какое-то пространство. Такое ощущение было, я просто, я вот сегодня утром проснулась, я просто плачу, я даже не знаю, как это все объяснить. Мы прилетели на какой-то остров. Такая атмосфера была там, все служило ему, подчинялось ему. И тогда у меня на такой степени все новое, что мой мозг, я начинаю просто в этом, как-то начинает болеть, и что-то рушится. Ну я лежала на кровати, я видела, как он просто подошел Иисус и взял меня вот так за руку. И мы просто полетели. Я не чувствовала вот этих стен материи, ничего вот абсолютно. Я прям чувствовала вот этот, знаешь, когда дух замирает, вот это в полете. И мы прям вот летели, и как будто вот, ты знаешь, ах, как же это объяснить. Я прям даже чувствовала вот это в духе как-то, я не прям физически телом это чувствовала, вот как ветер, да, или что-либо, а вот как дух замирает. Но у меня не было ни страха, ничего. Я до такой степени чувствовала, как он меня держит за руку. Он был впереди, а я как бы вот на вытянутую руку, вот мы летели прям. Но самое что интересно, до этого мне снились сны. Я еще спрашивала, Дух Святой, что ты мне говоришь? Мне снились сны, и как будто я в красном платье, в теле летаю, и люди меня видят. Я думала, господи, это, наверное, моя вообще фантазия. Потом мне второй сон снился, как будто я в теле лечу в какую-то страну и за негра молюсь. Я не могу, вот, у меня, я еще, помню, с Бекеш делаюсь, говорю, странные сны. Говорю, неужели Бог открывать будет это перемещение в Духе, говорю. Ну, до такой степени, говорю, у меня внутри мозг, ну, просто блокируется. Вот есть как ограничение, это же сверхъестественное просто. Но именно, когда мы летели, я видела мы через какие-то двери, конкретно я видела двери такие. Они как бы такие древние какие-то, как и не врата, но дверь. Проем вот такой резцой, деревянный, по краям, большие-большие, как арка, что ли, а может не арка. Но проем мы через эти двери пролетели, и там другое, и вот я начала видеть там воду, как остров. И мы прилетели вот на этот остров, не остров, а как берег. Ну, почему я думаю, что это остров, мне кажется, это был остров. И самое, что интересно, мы когда сидели на берегу, это было вот такое ощущение, как будто там все подчинялось ему, как будто это вообще, это не на земле было, мне кажется. Это не земная атмосфера даже. Это не просто мы там перелетели, я имею в виду, что на какой-то остров, ну, который на земле, это в какой-то, вообще, мне кажется, это там на небе действительно, это что-то, потому что там атмосфера другая. Мы не разговаривали абсолютно, я ничего не спрашивала у него. Я просто была в каком-то, понимаешь, для меня это до такой степени было новое, и все вот просто там, без слов это все происходило. Неописуемые вообще ощущения неземные, особенно ощущения этого полета, это что-то вообще... Ох, это я ничего подобного вообще не испытывала. Короче, ух, меня накрывать. Кто плачет, кто смеет, да что ли ты так... Вот, вспомнила. Ну, сейчас спросила, говорю, Дух Святой. Я, главное, когда летала с ним, я слышала твой голос и эфир. Я помню даже ту фразу, когда ты сказала. Кого-то сегодня из вас будет забирать или восхищать что-то такое, я вот это помню. Вот эти стихи у меня прям сильно звучали. Именно твоим голосом интересно, что не видел того глаз, не слышал от того уха. Ты знаешь, это было как твоим голосом сопровождение, что ли. Там было вот это ощущение, да, все живое, и все, во-первых, там подчинялось ему. Какое впечатление, как будто вода, она была там живая. Вот знаешь, там даже воздух, вот эта атмосфера вся, вот как бы субстанцией, она все была живой, и как будто она имела ощущение и понимание, кто там находится. В его присутствии тоже как будто это все вода, природа, она молчала. Вот она была в каком-то благовении, я это прям чувствовала. Вот на ощущение воздуха и атмосферы я это переживала вот так. Кстати, она же мне сказала книжку, вот, а ты мне скинула, да, в телеграмму. Я читала, и самое что меня было удивлено, удивлена, эта женщина, она была в том же месте, куда он меня ввел. Именно вот это берег, она там описывает. И это место, я прям поняла, что в этом месте я была с ним. Это у меня тоже в это место. Но она там описывала, что это место было у нее в подготовке. Так, дальше. Что у меня после этого начало происходить? Первое, это конкретно я могу, вообще это просто, у меня, я начала переживать новое его присутствие. Именно, как сказать, вплоть до физически я стала чувствовать его новое присутствие. Это реально у меня стало я переживать. Именно такое присутствие, где я. Это не поклонение, это не прославление, это не какие-то слова, признание даже ему любви. Это просто вот, ты просто, я в нем молчу, и просто без слов, без ничего приходит какое-то глубокое уединение. Там именно такое присутствие, где я ничего не говорю. Это просто какое-то вот, такое ощущение, как вот там я была на этом острове с ним, да. Я не плакала, не смеялась. Но это было вот такое спокойствие, такое магическое какое-то спокойствие даже. Просто я молчала, и просто он был рядом, и я это знала. И мне от этого было хорошо просто. Это вот я стала переживать новое присутствие его. Это точно вот, я это знаю просто сейчас. Я в этом и нахожусь, и в этом я сейчас пребываю просто. Когда я в своей тайной комнате с ним уединяюсь, это какое-то глубокое уединение с ним. Вот последний раз, когда мы ездили в колонию, это было очень интересно для меня, это было. Я даже до сих пор об этом размышляю. У меня так не было. Мы поехали в колонию, и там, ну, новая женщина пришла. Я помню, как сейчас, Бекеш с ней разговаривала. Я сидела рядом, и ты знаешь, я так хотела. Вот, ты знаешь, как будто я вот меня в сон клонила. И я начала засыпать. Ну, я вроде бы спала, но я все слышала, что происходило в комнате, кто там общался. Бекеш там общался. И я помню это. И она, я сквозь сон слышу, Бекеш говорит мне, Олеся, я раз так встряхнулась, думаю, блин, так неудобно приехала. Где в колонию, короче, сплю. И она говорит, давай помолимся. И вообще даже, знаешь, Мария, это был прикол. Я даже и думаю, блин, зачем молиться? Ну, я же не слышала, о чем они говорят. Думаю, а, ладно, сейчас вот так руку просто положу. Ну, и подключусь там. В духе буду слышать, о чем там Бекеш молится. Ну, и уловлю, короче, тему. И самое еще интересное, когда я на нее руку положила, и, ты знаешь, я просто начала чувствовать, вот как огонь пошел. Ну, вот огонь. И я так раз-раз начала вот так, знаешь, как бы просыпаться, и снова вот внутри я как будто начала подключаться к этому движению. независимо от меня. Если я раньше как-то участвовала, да, ну, вот представь, я вообще спала, да, и тут вот, ты знаешь, как бы, раз я просто руку положила и думаю, ну, надо же, говорю, даже независимо от моего состояния там, ну, молитв, ну, и что я не в молитвенном таком состоянии, даже не знаю, зачем молиться. Я просто начала чувствовать, как огонь начал двигаться. И я просто вот так глаза открыла на эту женщину, и она начала вот так вставать, и вот так, а, говорит, жарко, говорит, жарко, говорит, жарко, говорит. И потом что-то Бекеш начала ей говорить. И ты знаешь, Мария, она меня вот так обняла, она меня вот так прям схватила. И самое что-то интересное, и ее голова была мне в плечо, и она начала говорить мне, Иисус, 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 как я тебя долго ждала, и я вижу теперь такую картину, как будто это не я, а сидит это Иисус, а я со стороны на это смотрю. Но я слышу, как она это говорит, вот я не могу это объяснить, это как вот раствор хигния личности, понимаешь? Вроде бы это я. Я чувствую ее прикосновение, я даже чувствовала, как она меня зажимала еще сильнее и сильнее. Я чувствовала, как в области живота у меня начало гореть, все просто начало гореть, и как будто вот к ней этот огонь вот просто пылал, этот пожар. Но в то же время я как будто стояла со стороны, это видела, как ее Иисус, это не я было, как будто он прям вошел в это, в мое тело, и я это вижу со стороны, как он ее обнимает. Но в то же время я все слышала и чувствовала ее прикосновение. И, ты знаешь, я была так вообще удивлена, я вышла сама вообще, не понимая, что произошло. Это не было... Ну, я хочу сейчас просто сказать, я в этом не участвовала вообще. изначально я спала, да? Я проснулась от того, что меня разбудила Бекежда. И в этом, во всем я не вовлекалась ни мозгами, ничем. Я просто видела, как Иисус двигался по-новому. Лично для меня это было какое-то откровение. Я ничего не говорила, я не свидетельствовала, я этом не ходатайствовала. Вообще просто меня не было. Он просто двигался независимо от меня. И я поняла, что действительно пришло новое. Его присутствие физически как-то, что она его даже начала переживать, видеть его. И самое интересное, она когда меня обнимала, она думала, меня задушит, если честно. Она так меня просто обхватила. И она как будто не со мной реально разговаривала. Она говорила, это Иисус. Она говорит, я давно тебя ждала. И говорит, Иисус, Иисус. И ты знаешь, ну, во-первых, у нее потом у нее была история, как бы у нее сильная вина была за убийство. Она мужа своего убила. И потом, когда, ну, уже она меня отпустила, я просто сказала, что ты сейчас чувствуешь. Она говорит, мне так хорошо. Мне, это как будто вот, ну, вот этот, ну, вина, вот этот камень, булочник с нее, вот эта плита ушла просто. Я говорю, ты знаешь, сегодня Иисус лично для тебя, говорю, пришел сюда. Она говорит, я знаю. По любовь, она просто его там, ее просто постигла, эта любовь. Редактор субтитров,